Добрый день! С вами Светлана и мои арт-диалоги. Сегодня у меня в гостях юная пианистка Варвара Кутузова. С Варей мы знакомы очень давно, и я ее помню еще очень маленькой. Благодаря Владимиру Спивакову Варвара участвовала в нашем проекте Art Future в 2015 году, и там мы с ней познакомились. Эта девочка меня совершенно потрясла. Она была такая маленькая, и когда она стояла за кулисами, она все время говорила, ну когда же моя очередь, я так хочу играть. И у нее совершенно не было никакого волнения. И я увидела, что Варя родилась абсолютно для сцены. В 2019 году Варя была приглашена с концертом на виллу Синар фондом Рахманинова, и была удостоена стипендии. Этот концерт лежит в основе фильма «Соул оф Синар» Ивана Проскурякова, который мы осуществили как первую серию из цикла фильмов о Вилле Синар. Также Варя принимала участие в рамках нашего фестиваля в серии «Волтстар» среди таких пианистов, как Аркадий Володось и Борис Березовский. Сейчас Варя студентка колледжа имени Гнесиных в классе профессора Михаила Хохлова. Она очень много играет концертов и развивается. Мы следим за ее творчеством и всегда рады ее успехам. А теперь слово Варваре. Привет, Света, очень рада тебя видеть. Ты прекрасно выглядишь, просто красавица стала. Спасибо, это взаимно. Год локдауна, год коллапса в культурной жизни. Чем он для тебя стал? Это год флюстрации или год вдохновения новых открытий? Я думаю, что за этот год все произошло, начиная с самого плохого до самого прекрасного. И если, мне кажется, поговорить о каких-то минусах пандемии этого года, то полностью поменялась жизнь. Жизнь музыкантов с самого первого месяца. Это абсолютно новый режим жизни, новый ритм жизни. И поначалу мне казалось, что это какой-то день сурка, когда ты просыпаешься, и тебе не нужно ехать на репетицию, в школу, на концерт. И я как-то поначалу не понимала, что сейчас будет, хотя сразу же мне пришла мысль, что вот, наконец-то, я сейчас выучу очень много программ, я займусь разными делами. Но при этом, я честно скажу, что спустя где-то три месяца, когда ты живешь в заперти, я начала осознавать вообще, зачем мне это все нужно. Потому что, признаться честно, я тот человек, который живет, мне кажется, ради выхода на сцену, ради контакта с публикой. А когда мне это отобрали, то ты находишься в какой-то апатии в какой-то мере. Я знаю, что многие люди скажут, что можно делать записи, можно делать онлайн-концерты. Это тоже, по-своему, замечательно, прекрасно. И я также имела такой опыт, очень интересный и приятный для меня. Но когда ты без концертов сидишь, то для меня лично это было что-то очень страшное. И если бы у меня не было специальности, то мне кажется, я бы вообще упала в какую-то депрессию, честно говоря. Ну, кстати, если еще поговорить о том, что было в момент карантина, так это отмена концертов. Потому что, допустим, у взрослых, так скажем, очень известных музыкантов концерты переносятся и переносились. А мы все-таки юное поколение, которое еще только начинает свой путь. И у нас в основном, конечно же, идут отмены, а не переносы концертов. И для нас, наверное, это навсегда очень больно и шокирующе, потому что все ждут выхода на сцену. И для всех это, мне кажется, самое-самое главное в жизни музыкантов. Это был контакт с публикой. Сам момент игры, когда ты слышишь эту энергетику, которая идет из зала, как они тебя слушают. Потому что все равно через экран телефона ты не можешь понимать, что сейчас происходит в зале. Также из минусов у меня умерла собака. Так вышло, что мы вечерами выходили выгуливать собаку. Это можно было по правилам карантина. И наш пес всегда, ну, нас очень сильно любил, так же, как и мы его. Никогда от нас не убегал. То есть, по сути, машин не было на улице. И мы как-то в этой мере расслабились и абсолютно спокойно могли его отпускать с нами гулять без поводка. Потому что он никуда от нас не убегал. Это маленькая собачка, очень милая, очень добрая. Но как только снились первые ограничения, я не знаю, что ему стукло в голову. Он вдруг сорвался и побежал. В этот день мы гуляли вместе с моим средним братом, и мы не смогли за ним угнаться. Потом на протяжении трех-четырех часов мы его искали по всему району. И по итогу его сбила машина. Поэтому я вот хочу сказать всем, тем, кто слушает это интервью, что даже если у вас самая-самая преданная собака, я не советую вам отпускать с поводка, гулять без шлейки, если вы живете, конечно же, в крупных городах. Потому что, честно, я не могла. Мы всей семьей до сих пор от этого ужаса не отошли. Это тоже такой минус, который произошел на карантине. Если говорить про плюсы, то их было очень много. Во-первых, я, как бы это странно ни звучало, я как-то успела пожить бытовой жизнью. Если раньше я могла ходить в продуктовый магазин, как в музей, вот честно, я признаюсь честно, для меня всегда поход в магазин был, я могла там пробыть час, ничего не найти, постоянно каждые три секунды звонить маме, спрашивать, мама, где колбаса? То тут я уже настолько приноровилась, что я очень это делаю быстро, компактно, и то есть за 10 минут могу все, что нужно купить. Также я научилась готовить. То есть самые банальные блюда я умею готовить, и часто теперь я делаю завтраки по утрам, который с удовольствием ест моя семья. Да, также у меня появилось масса хобби, я смотрела и фильмы, я читала книги об искусстве. Также, конечно же, не нужно забывать о том, что была учеба, и она никуда не девалась, и если я поначалу думала, что обучение онлайн — это что-то ужасное, то в моем случае, поскольку у меня индивидуальное обучение, то, в принципе, я ничего не потеряла. То есть если раньше у меня, допустим, уходило время на дорогу, то теперь, конечно же, этого не было, но также при этом есть минусы, потому что личное общение с педагогом — это все равно абсолютно другое. я очень заинтересовалась искусством, то есть я даже сейчас читаю очень интересную энциклопедию об архитектуре, скульптурах, картинах. И вот в ближайшее время мы с моим педагогом по исторической культуре собираемся пойти в Третьяковскую галерею. Да, я придумала много интересных проектов, но я думаю, об этом я чуть попозже расскажу. Да. Ну, вот ты ответила на вопрос, как ты использовала свое время в изоляции, то есть я поняла, что ты открыла свои способности в кулинарном деле, то есть ты уже готовая хозяйка. Можно сказать, тебя можно отпускать, мама может быть спокойная, чтобы тебя отпустить во взрослый мир, и родители будут спокойны, что ты с голоду не умрешь, то есть ты сможешь себе приготовить. Всегда нужно с чего-то начинать, и я так понимаю, что вот этот период, те часы на дорогу, которые ты тратила, ты посвятила просто открытию своего таланта готовить. Скажи, пожалуйста, что ты любишь готовить? Мне кажется, шедевр моей кулинарии – это банановые оладьи. Кстати, очень простой рецепт. Я, честно, могу по граммам не объяснять, как это делать, потому что я всегда делаю на глаз, это мне, мне кажется, в маму пошло. Нужно несколько бананов, парочку яиц, творог, и овсяная каша, либо геркулес, ну, можно чуть-чуть сахара, но это на любителя, кто если любит прям сладкие оладьи. И все, и это так вкусно, и мало того, это и диетично, то есть у меня вся семья просто их обожает делать, что теперь, если вдруг у меня есть время утреннее, и мне не нужно никуда ехать, то мне папа, там, брат, говорят, Мария, давай оладьи, и мне приходится делать реально большую гору, потому что все их с удовольствием съедают, с вареницей, с гущёнкой, с кофе, потому что это очень вкусно. В общем, ты приучаешь семью к healthy food, да, я так понимаю? Да, 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 да. У меня тоже дети готовят такую еду, и, в общем, мы равняемся на юное поколение, можно сказать. Молодец, я тебя поздравляю. Спасибо. Когда вот закончится пандемия, локдаун, что ты ожидаешь, на что ты надеешься? Ну, конечно же, я очень надеюсь на то, что мы все снимем маски, на то, что наконец-таки я выйду на сцену и увижу полный зал, когда нет вот этих, да, пробелов в зале, и увижу лица людей, потому что сейчас все, конечно же, в залах сидят, в масках, и я тоже прекрасно понимаю, почему, потому что это безопасность, это очень нужно. Вот, и также я очень надеюсь, что восстановится наш ритм жизни, который уже постепенно, начинает идти в горы, по крайней мере, у нас в России это восстанавливается, да. Ну, вот в этот период, который был таким закрытым периодом для тебя, что не было возможности ездить в таком плотном графике, как ты жила, я так понимаю, что это время ты посвятила изучению репертуара своего. Вот расскажи немножко об этом. Да, я, как уже и сказала, взялась, мне кажется, за все сразу. Потом уже как-то со временем я поняла, что это не самая лучшая идея, нужно делать все постепенно. Вот, и, да, действительно, я очень много чего нового стала учить из программы, и до сих пор учу, и вообще в ближайшее время, я думаю, вы все услышите эти новые программы, которых я не очень хочу сейчас, которые я не очень хочу сейчас раскрывать, но, скажу честно, я занималась не только новой программой, но и, если можно так выразить, той программой, которую я уже играла, то есть старой программой, то есть я ее доводила в какой-то мере до ума, также находила что-то новое, и очень много чего нового нашла, и поменяла, и продолжаю менять, потому что я вообще считаю, что возвращаться к тем программам, которые ты играл, это очень важно, потому что с годами меняется видение, меняется, меняется понимание произведения, и это также, мне кажется, какой-то идет музыкальный рост. Если сказать о новом, то я выучила концерт Шостаковича второй, который уже не раз сыграла. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пятый сонат из «Скрябина», опуск сказок Мэттнера, «Щииты дебюси» и «Порли пьяно», третья соната про Кофьева. Я сейчас ещё много чего нового учу, но это вы потом узнаете. Когда я уже сыграю, тогда я начинаю, мне кажется, рассказывать о своих позициях, потому что, мне кажется, когда ты уже довёл до ума какую-то программу, тогда уже рассказывай об этом. Ну, я тебе желаю успеха, усовершенствования твоих произведений старых и, в общем, новых программ, и будем ждать твоих новых программ и новых концертов. В общем, с нетерпением. Я думаю, что очень многие этого ждут. Как ты считаешь, как случившаяся ситуация вообще повлияла на мир искусства в целом? Есть у тебя такое мнение, если взять в целом искусство, как оно повлияло? Мне кажется, все как-то живут в своём больше ритме жизни, но я что-то точно могу сказать, что все стали осваивать онлайн-технологии, концерты, онлайн-интервью, онлайн-лекции, онлайн-поход в музей. То есть очень много чего перешло в онлайн-формат. Кто-то, наоборот, взлетел, так скажем, да, у кого-то случился, если можно так говорить, карьерный рост. Кто-то, наоборот, у кого-то, наоборот, всё стало плохо. И я знаю, что с концертами стало всё очень туго, потому что, когда, опять же, пошли отмены, и ты дальше звонишь, да, созванишься с филармониями, с менеджерами, то все говорят о том, что они не знают, что будет дальше, и непонятно, что будет дальше происходить, и вернётся ли вообще по концерту. То есть мы же жили в такой, можно сказать, панке, как ни крути. Но мне кажется, что, несмотря на вот этот год без концертов, да, всё постепенно должно восстановиться, круги своя вернутся, я очень надеюсь. Ну, а так, мне кажется, все пережили большой стресс всё-таки, когда случился карантин. Мне кажется, тут меньше плюсов, чем минусов. Вот. Но также очень хочется надеяться, что публика в полном масштабе вернётся в зал, и потому что, как ни крути, очень много же пожилой публики, которая сейчас, к сожалению, не может прийти на концерты. Вот мне даже сейчас до сих пор пишут, допустим, скоро концерт в Волгограде, дальше ещё в других филармониях, и пишут, что как бы мы хотели попасть на ваш концерт, но, увы, поскольку, да, мы аудитория 65+, то мы не имеем такой возможности, потому что это опасно. И, допустим, когда у меня был сольный концерт в Курске, в Архангельске, тоже много людей писало о том, что они, ну, либо боятся прийти на концерт, либо они имеют такой возможности, да, потому что болеют, потому что, действительно, это очень страшно. Даже у меня очень много знакомых, не то чтобы переболело, а очень много кто умерло, да, тем более пожилое поколение, это очень опасно. Вот, но при этом ты, конечно, расстраиваешься, потому что, допустим, у тебя все билеты куплены на концерт, никто их не сдавал, да, потому что, допустим, концерт в Курске мне перенёсся на год позже, и никто не сдавал билет, и для меня это настолько было приятно и ответственно, но при этом всё равно, несмотря на то, что можно было 50% публики присутствовать в зале, всё равно не 50% присутствовало в зале, потому что очень много людей боится. И я очень надеюсь, что этот период боязни пройдёт, всё как-то нормализуется, и мы снова будем спокойно посещать выставки, музеи, театры, концертные залы, и всё заработает так же, как и раньше. Но при этом также для музыкантов было много плюсов, и мы могли взяться за новые программы, что-то переосмыслить, да, перестать в какой-то, опять же, как Света предсказала, гонке, да, что вот от одного концерта к другому. Какие новые форматы ты открыла для себя, и где ты ищешь вдохновение? Да, действительно, очень много форматов и проектов мне пришло в голову во время того, как я заседала дома. Я вообще с детства, помимо того, что очень люблю музыку, очень любила и люблю по сей день смотреть разные интервью с известными личностями. Честно, мне кажется даже, что я люблю больше смотреть интервью, чем нежели какие-то фильмы и сериалы. И тут мне в какой-то из дней, я даже, по-моему, помню, 28 марта, да, 28 марта мне пришла идея о том, что, может быть, мне придумать онлайн-проект, который называется «Антивирусный марафон» и позвать туда наших прекраснейших, известнейших музыкантов и творческих людей мира искусства. Честно, поначалу, когда мы об этом разговаривали с моей мамой, мы думали, что ничего не выйдет, потому что, опять же, я не профессиональный интервьюер. Ну и также передо мной не стояла задача брать какое-то такое масштабное у каждого интервью о чем-то высоком, высокой музыке, то есть, чтобы это не было чем-то таким тяжелым. Потому что я, когда смотрю интервью, мне иногда приходит мысль, вот интересно, а что же любит больше, да, вот этот музыкант или известная личность, горы или море? Ну ты же так просто на телевидении это не можешь спросить. А тут, когда мы все сидим в домашней обстановке, в домашней атмосфере, то это такая беседа не только о музыке, но и вообще о жизни, потому что также у меня было две коронные игры или-или, да, где я могу спросить, да, что же тебе больше нравится, допустим, пломбир или чизкейк. И немного при этом ты ставишь ступор человека. И также поговорить о том, насколько хорошо музыкант помнит о своей биографии, что в какие годы у него происходило. И мне настолько было приятно, что за три часа моих обзвонов и месседжей, которые я отправила, мне все ответили да. Все просто, мне кажется, мои кумиры в какой-то момент, люди, с которыми я не раз выступала на одной сцене, для меня это всегда большая была честь. А тут они согласились, чтобы я их проинтервьюировала и с ними повела беседу. Хотя, опять же, никакого опыта у меня нет. И для меня было шоком, что они согласились на такую, в какой-то мере, авантюру. И, в общем, за три часа я собрала первый сезон антивирусного марафона. И я, честно, поначалу, мне кажется, даже не особо рассчитала это все, что у меня ежедневно шли эфиры с разными людьми. И все, я погрузилась в это с головой, потому что утром ты встаешь, ты делаешь анонс, обзваниваешь, не забывали человек о том, что у нас сегодня эфир. Дальше ты пересматриваешь разные интервью, находишь биографию, чтобы выцепить оттуда все самое интересное и задать те вопросы, которые особо никто никогда не задавал. Также придумать игру, все это себе напечатать, быстрый цвет. И также объяснить по телефону, как подключаться в Инстаграме к совместному эфиру. Ну и, собственно, так все это и пошло. И это, мне кажется, настолько было интересно, что после того, как я закончила первый сезон антивирусного марафона, мне все писали, Варя, когда будет второй сезон? И я поняла, что все, все, нужно что-то придумывать, нужно идти дальше. У меня дальше было много идей. И дальше я уже решила не вдаваться, так скажем, вдавать публику в подробности, чтобы для них было загадкой, а кто же у меня будет на следующем эфире. Потому что поначалу-то я вывесила все расписание, а тут никто не мог догадаться. И при этом у меня были же не только музыканты, но были дизайнеры, были певицы, были вообще, ну, в общем, кого только не было. И это так классно, когда ты можешь спросить певицу или какую-нибудь девушку, допустим, Алену Баеву или Алину Яровую, о том, какой косметикой, какой помадой ты пользуешься, где вы ищете эти прекрасные платья, как подбираете образы. Ну, такое не спросят, мне кажется, в каких-то официальных интервью. И самое главное, что такими простыми вопросами можно очень интересно раскрыть каждого известного человека. После того, как я провела два сезона антивирусного марафона, я не могла понять даже, какое интервью было самым лучшим. потому что все, по-своему, были настолько разными. И это так интересно, даже когда тебе Дима Маслеев советует, где найти лучшие фильмы, там, топ-25 фильмов или какие книги почитать. Ну, то есть, из этих действительно небольших интересных ответов можно составить портрет каждого исполнителя, музыканта. Да. Так что для меня это было очень интересно. Но при этом, конечно же, не обошлось без того, что сразу же кто-то стал, очень много известных людей стало у меня тырить эту идею. Вот я иначе не могу выразиться, потому что там даже доходило до такого, что почти что и названия совпадали. Я думала, ну как же так? Кто-то даже украл мою игру или-или. Ну, я на это никогда не обращаю внимания, это в какой-то мере даже приятно, но без этого не обошлось. Особенно, когда я закончила первый сезон эфира, все сразу стали, просто все сразу стали вести эти эфиры. А я думала, ха-ха, я-то на недельку пропала, я составляю новое расписание, а сейчас снова выстрелим. Да, были очень интересные открытия. Для меня, например, Вадим Холоденко открылся, там вот Сережа Крылов. Ты настолько смогла открыть каждого, искренне говорить, вот как бы в домашних тапочках. Человек как будто бы сидит на кухне и тебе рассказывает о своей жизни. Идеи, понимаешь, они витают в воздухе, и это не то, что там кто-то придумал, просто у многих есть чутье такое, интуиция, и вот скопление каких-то таких мыслей общих, или потребностей общества. Вот самые передовые люди или самые активные, самые талантливые, они выхватывают это из пространства, и потом они это реализуют. И замечательно, я думаю, что многие как бы взяли пример у тебя и начали тоже делать такие онлайн-проекты. Но самое главное в этом, это быть преданным себе, да, и продолжать, потому что вот начать можно, да, а вот чтобы вот это как добиться славы, да, и вот удержать эту славу. Вот, наверное, это самое сложное, потому что я знаю, чего это стоит, сколько это времени, сколько это ответственности, и параллельно ты же ведь училась, ты же ещё занималась, ты не то, что ты там сидела в отпуске, и тебе нечего было делать, и ты вот сидела, только этим занималась. То есть я представляю, как тебе это было сложно, мне многие друзья, кстати, многие друзья сказали, Кутузова, тебе вообще как всегда на месте не сидится, ты дома даже по-человечески не можешь просто поваляться, потому что действительно получалось такое распространение, что учёба, дальше, кстати, я забыла, чуть не забыла рассказать о ещё одном проекте, это, значит, мы с искусствоведом Сергеем Хохловым придумали такой небольшой проект, это запись цикла Прокофьева, 10 пьес, опыт 12, и, собственно, я выпускала где-то раз в неделю, по-моему, по одной пьесе, сначала Сергей рассказывал о ней, да, откуда она взялась, что это за пьеса, то есть раскрывал детали, видение на произведение, и дальше уже я, собственно, играла, и несмотря на то, что мы находились в разных точках Москвы, да, всё равно это какой-то был ансамбль, и в итоге папа потом это всё дело монтировал, и мы также это выпускали, и это очень было интересно смотреть разным детям, педагогам, и то есть мне очень много педагогов писало, потому что, Варя, спасибо большое, что ты такое делаешь, потому что мы сами все сейчас сидим на онлайн, и очень много педагогов это включало в свои уроки с детьми, вот эти пьесы, да, тоже очень хороший опыт, и несмотря на то, что, конечно, у меня не самый лучший инструмент, и он вообще во время карантина всё, к концу цикла всё больше расстраивался, но это нам никак не помешало. То есть это такой просветительский, скажем, проект для молодых людей, для школьников, которые вот в этот момент тоже были заперты, без концертов, без чего-то, то есть вы придумали молодцы. Я тоже несколько смотрела, это было замечательно, умничка. Спасибо. Сергей Прокофьев, Гавод, исполняет Варвара Кутузова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 перед комиссией Это вообще масса всяких интересных предметов Да, музыкальная литература Просто обожаю, обожаю опер Мы сейчас в Чайковского проходим 4-ю симфонию закончили Евгения Олегина И это все так тебе помогает в музыке, потому что я человек ассоциации Потому что, когда играю то или иное произведение я его играю на образах Особенно, когда представляю разные картины что касается истории мировой культуры потому что мы пройдём один период, и я сразу же сдаю ряд картин, то есть у меня угадайка идёт по картинам и теоретический ответ. Но это очень интересно, очень занимательно, и мне всё это очень сильно помогает в развитии игры на фортепиано. Замечательно. В следующий раз, когда мы с тобой опять пойдём в Мадрид, мы обязательно с тобой пойдём в музей Прада. Да, да-да-да, я о нём слышала очень много. Да, там есть ещё галерея Тиссон, и там тоже замечательная экспозиция. Я тебя поведу, потому что это одни из любимых музеев. Я всегда, когда попадаю в Мадрид, я всегда иду туда в некоторые залы. У меня есть любимые залы. Я там, ну, в общем, посвящаю 2-3 часа музеям. Так что мы в следующий раз обязательно с тобой будем в это время. Договорились. Всё, договорились. Последний вопрос. Что ты можешь пожелать своим слушателям, своим зрителям, своим фанам? Ну, в первую очередь я сейчас всем желаю здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Сама слежу сейчас за своим здоровьем, потому что это очень важно. Без здоровья мы никуда, и мы ничего не сможем. Также я желаю, чтобы в какой бы точке мира вы сейчас не находились, если у вас есть карантин, чтобы вы находили массу COVID, потому что действительно хоть ты можешь сидеть в четырёх стенах, ты можешь столько всего интересного для себя найти, занять себя чем угодно. Также занимайтесь спортом. Это очень полезно. Тоже для нашего же здоровья. Слушайте классическую музыку, приходите на концерты, слушайте онлайн. Всех вас очень-очень жду. Жду встречи с каждым из вас. Ну, и, конечно же, конечно же, я желаю вам счастья, чтобы все были счастливы, все занимались самым своим любимым делом и развивались. Спасибо, дорогая. Спасибо большое. Спасибо. Да, тебе спасибо. Беседа получилась по-домашнему, искренней и тёплой. Мы желаем Варе больших-больших успехов и ждём новых её достижений. Делитесь своими впечатлениями в комментариях и подписывайтесь на наш канал и наши соцсети. До скорого! Так, я тебя слышу, дорогая, но не вижу пока. Да-да-да, я сейчас камеру включу, щекуна. Сейчас-сейчас. Так. И я включу. Привет. Привет, красавица. Красивая стала. А мне камеру так оставить или перевернуть? Попробую перевернуть. Ну, вот так будет тогда. Сейчас я тогда книгу ещё одну поставлю. После того, как с тобой поговорю, на спец поеду. На спец едешь. Поэтому ты немножечко уже в пути, да, я так понимаю? Ну, так, да. Свет тебе этот очень идёт. Да? Спасибо. Ну, я вот это стала экспериментировать. А то несколько лет назад я любила всё чёрное, чёрное, чёрное. Тут меня понесло. Да, Светочка, я побежала. Побеги. Отли... Продолжение следует... Продолжение следует...